доброе утро друзья был комментарий такое держу ли я свой вес я свой вес держу уже лет 8 вот потому что 8 лет наверное может быть раньше может быть 6 лет назад наверное все таки шесть лет назад я весила сто шесть килограмм вот и тогда в общем начала худеть и все до 80 вот этим летом я весила 84 а 4 с чем-то да вот но мой вес я как-то всегда говорила 83 килограмм 82 ночь сейчас до 80 и прекрасно его сдерживаю все это не так для меня не так в принципе сложно знаете я день тортик ем второй день огурчики одни в общем никаких секретов вообще в похудении нет поэтому все вот эти какие-то там супер-пупер мега блогеры которые показывают как надо худеть как надо питаться для чисто для меня мне кажется это все как-то абсурдно потому что я свое тело настолько знаю свой организм я знаю чего его прет я знать чего он худеет поэтому мне кажется каждый человек в жизни знает уже все эти нюансы вот я себе тут завтрак делаю тост обычный тост сыром филадельфия и с вареньем клубничным и кофейный напиток вкусненько вкусненько и вот такие вот дела вы знаете я была вчера расстроена потому что начала читать вот это вот когда у нас типа у нас все открывается потом как раз наша марша там создала пост и в общем открывается это открывается но с завтрашнего дня видимо понедельник они будут готовиться к открытию там знаете все продезинфицировать помыть подмыть осталось я без магазинов ну точнее нет я пойду за продуктами кое-что надо купить опять пешкарусом я уже говорила если есть возможность пойти пешком и я не буду покупать что-то много продуктов то мне я вообще пешком и хоть куда дойду вот главное чтобы было ровно не горы а так мне вообще пешком ничего не говорю хоть 20-30 километров не без разницы вот поэтому если есть возможность идти пешком я пойду пешком и для к тому что я пойду в меркадон она у нас одна ходится в это в трех с лишним километров от дома потом естественно обратно вот туда-сюда обратно тебе и мне приятно да мы пройдемся прогуляемся кое-что вспомнила мне подруга говорила в меркадоне там есть такие штучки и хочу их попробовать купить одни чипсики я вам покажу потом мне нужно еще в общем чё я вам рассказываю я буду я вообще знаете не люблю таких блогеров которые встанут вот так вот и и рассказывать я была там делала то я была там я делала то я вот сделала это как знаете как отчет перед камерой я люблю такие влоги когда показывают чё ты мне рассказываешь что ты делала тебя тогда напиши в инстаграме пост а в ютубе я считаю что это видео надо показывать а не рассказывать а то вот сели и сидят рассказывать что они делали очень интересно да правда если вы меня поддерживаете то ставьте лайки и пишите комментарии как вам нравятся какие видео тут мушку вижу заразу ладно так что я буду вам все показывать что-то у нас сегодня совсем слишком тихо на улице заготовится к завтрашнему завтра все откроется правда знаете как то я вот у нас до 6 только могут магазины открыты быть и все такое дело в том что в нашей зоне но не знаю я не буду говорить за всю испанию я говорю за андалусию когда я говорю испании имею ввиду андалусию потому что не знаю как там других на севере совсем все по-другому в общем у нас здесь же с двух до где-то до пяти до пол шестого сиеста то есть не все закрыто вот а сейчас магазины могут быть открыты только до 6 то есть им как-то надо свой график работы менять может быть откроются они с четырех до шести или как не знаю потому что если божество откроется 6 уже закрываться то смысла нет никакого так что а в обед если открыть бытым вы знаете настолько люди привыкли что в обед все закрыто что я даже сама привыкла что я просто никуда уже не выхожу с двух до до шесть до пяти я просто даже не рыпаюсь куда-то идти смотрите черная пятница на этой неделе уже блин а еще я же с утра работаю красиво красиво поэтому поэтому после обеда если 6 закрывается то как мы посмотрим мой уже завтра примор вот открыт но он там закрыт а я вот смотрите вот такие леггинсы смотрела красные блин нагородили не видно ну вот видите в этом кассидония 20 евро но не тоже готовится может быть пятницу какие-то скидки будут мне же в аптеку надо тоже заглянуть так что вот так смотрите какая простота уже завтра уже будут блокать и блуждать тем более скоро праздники нужно подарки покупать центральная улица наша которая в это время всегда кишит а вот так вот видите кто-то ремонт делает вон там наверху и вот через такую трубу мусор скидывают в контейнер и скидывается мусор видите вон там наверху делают ремонт и вот так бежка у нас вот тут была закрыта говорят невыгодно им здесь все закрывается закрыта все закрыта ладно пошла я меркодом они как бы знаете закрытые они работают онлайн или по телефону можно заказать вот это нас школа смотрите все окна открыты потому что сейчас у нас говорят что главное это вентиляция вентиляция не внутренние там через всякие там обогреватели или там а вот именно такая вот что воздух с улицы входил тени там учится с открытыми окнами но у нас это как говорится сейчас пока можно на улице утром 18 хотя утром я сегодня проснулась было 12 градусов потом уже в 11 в 10 какой 11 в 10 было уже 18 поэтому что на севере конечно если с открытыми окнами то блин еще очень подхватишь цветочки надо вот уже скоро мне рождественский цветок покупать какой-нибудь красивый 4 евро дедушка говорит видишь видишь девочка маски ты тоже должен маски ехать это у нас рынок он тоже кстати открыт с продуктовый продуктовый есть еще другой рынок который по по пятницам тоже он продуктовый но там кроме мяса все такого но там уже это другой вид рынка скажем так видеть муниципальный рынок с 1955 года я в меркадоне и вот зачем я пришла мне подруга говорила а вчера в тик ток увидела это вот нори с рисом воздушным наверное подруга сказала вкусные возьму две штуки вот классные должны быть ей очень понравились вообще замечательно иметь подруг у которых инстаграм есть и которые любят всякие вкусняшки как я экспериментировать так я что-то еще хотела именно в меркадоне но уже не помню все я хотела я сейчас валди смотрите я вот пряники возьму потом вот такие конфетки не очень вкусные просто обалденные и смотрите здесь вареная сгущенка в какой удобной форме 3 евро стоит прикольно но нам такое нельзя нам и это в принципе нельзя но здесь хотя бы дозировать можно так что вот я тут смотрю все высматриваю люблю смотреть что-то новенькое а мне тут еще чай нравится это имбирь имбирь с лимоном где-то здесь был пришла домой и мини ню дон дэста нас там и чико а кто меня никто не встречает я тут переодеваюсь и раздеваюсь ими чико дон дэста ми гуапо обиделся не подходи ко мне я обиделась я обиделась раз и навсегда не подходи ими чико гуапо даже на чучу не идет на кровати небось я ее с утра не убрала бежала быстренько конечно где же он будет еще а ты не идешь встречать маму чё не идешь встречать ой ой развалился вот видите а помните как он баб встречает а меня вот так никак никак на я как всегда пошла типа за ополаскивателем притащил целую сумку еле датащила блин пипец в общем вот такие две такие чипсы с водорослями купила они пару 50 тут мало 20 грамм всего мужу хлеб сюда спам иначе у меня тут все подваливается моя сумочка специально взяла поменьше думаю чтобы не накладывать ага я уже успела пересадить папоротник там у меня папоротник я его пересадила но чтобы не знаю зачем что было купила вот такие более то что это наверное белые грибы сушеные будут делать с ними суп кстати они дорогие вот это вот сколько здесь 3 евро стоят 100 грамм вкусно пахнет они запечатаны ну ладно вот эти вот шоколадки все прям какая она вкусная там с мятой внутри все прям балдеют от нее не только в испании там в италии по-моему тоже таки продают во франции пахнет мяты не мяты а ментолом думаю дай возьму попробую что ж там такое за присушить прям можно подарок тоже дарить смотрите они так красиво в упаковочке каждый ой таком кармашечке смотрите как интересно так вот кармашечек такая вот шоколадочка с чаем с мятой знаете это летом классно так освежает ментол вкусно в общем я сегодня опять себе вкусняшек набрала моя коробочка ой совсем про них забыла у меня же вся на печенье и правда от него он такой твердый что хоть зуб вы это выливает нужно макать молоко или чай шоколадки еще помните покупала я как куркуль ем всего этого мало ну что было например вот эти конфетки они у меня еще есть но они мне так нравятся что думаю их продают только в на 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 в лидале и в ауди и только на рождество и новый год вот уже помялись но они нереально вкусные слушайте конфетки прям реально вкусные не зря все смаковали так одну парочку возьмешь чаем и вот эти пряники из ауди они тоже очень вкусные тоже мне очень нравятся кстати подружка в которой я гулять хожу мама тоже покупала тоже ей понравились это вот мой 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 коробочек нам побольше уже покупать и вот купила имбирный чай ой блин а он без лимона тупо имбирь а раньше был с лимоном ну ладно значит будем добавлять лимон отдельно хотя вы знаете я в чай добавляю все на свете ну али просто у меня был имбирь я не выбросила кофе вот такой обычный взяла вот и мужу говорю я это я вчера ему говорила что я буду сегодня варить суп вот этот вот господи со всякими там водорослями со всякими причудами я не знаю я думаю что он не будет их есть и сейчас ему звоню говорю я купила чурису сейчас буду делать чечевичный суп будешь чечевичный суп а ты же говорит хотела с этими китайские то вот этот варить их это его будешь ну он горяченький типа бульон буду будешь ну ладно пельмени будешь буду ты видеть ты смотрели тикток вкусно пахнет этот очень хороший ополаскиватель валди тоже дешево сердито он знаете сколько стоит рубль восемьдесят девять валди очень классный кстати вот эти вот конфетки рубль 79 стоит а пряники рубль 99 там в пряниках 300 грамм а вот в этих вот конфетках конфетках 250 вот это стоит 215 пельмени будешь будешь имбельный чай рубль 50 грибочки я уж знаете не помню как делать этот суп из грибов ну чё вспомним так ладно сейчас буду выварить суп рецепт естественно я вам не буду показывать потому что я сама не знаю как это все готовится сейчас что-нибудь в интернете поищу на ищу мне что-нибудь состряпаю очень вкусно сладенько в целом пакете всего лишь 80 килокалорий ну что получилось довольно таки неплохо и даже знаете вкусно с рисовой лапшой сделала тофу грибы вот эти китайские в общем можно кушать очень даже неплохо сейчас еще посыплю зеленым луком будет вообще кайф у мужа нарисовалась какая работа в салабрине это город где я работаю ну я говорю поехали то ой чарли пусть оттуда там дверь открывается я говорю ну поехали я с тобой там прогуляюсь в общем смотрите это вот рынок тоже салабрине у нас рынок муниципальный который продуктовый вот тут рынок вот тут рынок этот вещевой по пятницам тоже не бывает в общем сейчас пойдем на пляж он туда а вот там вверху я работаю сегодня у нас будет спорт вот такой вот по этим по салабрине зашла в аптеку кулюха там какая-то три часа стоял у меня обслуживала две таблетки дать две коробки полчаса там знаете дело в том что они сначала отмечают потом что-то вырезают потому что их же мне по рецептам вот поэтому она что-то там так долго все ищет где бы ему присесть там вот где-то хлопают непонятно мужик пляжевая гуляют дедушка рядышком с бабушкой кстати смотрите номера это франция вот я вам говорила караваны которые поехали какие-то здоровые собаки бы на ки бинты учился бироки я данного это он боится протест набежали демоны мама чарли их там зовут они не идут чарли вам он манга он по я видите они не то пор оттуда приехали откуда-то непонятно не видишь ничего тебе не будут делать но мама вот как они приехали если у нас типа нельзя перемещение вот неудивительно а это же нужно всю страну пересечь видите франция все с франции приехали приехали нам значит нельзя перемещаться он они тут ездят туда и сюда и несправедливо видите все французские номера очень несправедливо да чарли чарли все высматривает там папе куда-то шел он бедный страдает у него страдания он ушел оставил его одного тут со мной сидеть там где-то дела делает на бедный чарли тут сидит машине вот так вот весь изгибается весь страдает страдания у него чарли чарли китая пасао китая паса минино и папе дом 2 ста ми папе донде донде ста ми папе донде донде ста минино донде ста папе ой какая жалость так жалко его очень стоим тут ждем прямо вот напротив рынка про которого я уже сходила погуляла и дела сделала и все вот представляете ждать хорошо хоть это youtube помогает и мы вот так вот сидим отдыхаем что у меня голова разболелась непонятно от чего наверно от свежего воздуха а чего чего буду дальше смотреть так вот отдыхает лежит так сейчас я себе чай заварю вы знаете суп то я думаю муж не будет его есть а он слопал целую тарелку этого супа и говорит она завтра есть представляете я еще такой смешно говорит такой смотрит значит мне конечно водоросли не нравятся я такая а не нравится такая говорю на тебе вот это вот чипсики то чайли я ставь чипсики говорю на попробуй а он не я говорю вкусно он такой да говорит а что это я говорю водоросли так что представляете понравился супчик то будем делать теперь а там вот этих вот пакетиков очень много и поэтому мне хватит надолго классный суп сниму вам рецепт обязательно тарелку с водой куда-то там вот ее толкает 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 куда толкает что толкает что хочет добиться этим непонятно так ладно так что вот так даже не ожидал делается за две минуты суп а вкусный какой получается на улице так похолодало вообще прям у меня это все замерзло так сейчас завариваем себе чай с имбирем и с лимоном лимон отдельно потому что почему-то ну сама виновата выбирать надо а я схватила чего попала вот тебе пожалуйста башка кстати не проходит что у меня прямо глава головушка моя болит но употреблять ничего не хочу нафиг какой бы еще чай тут туда забегахать так ладно я буду чай выбирать с вами я буду прощаться до завтра уже завтра на работу блин как быстро выходные прилетают вообще так что всего самого лучшего наилучшего не болейте берегитесь свое здоровье и у нас все будет замечательно всем пока пока